Здравствуйте! Это видео вторая часть истории про копировально-фрезерный станок или дупликарвер. Если не смотрели первую часть, то сейчас появится подсказка на нее. Посмотрите, это позволит вам понять принцип действия данного станка и то, как подготовить деталь для работы на нем. Для начала расскажу, откуда он взялся. Существует множество разновидностей копировальных станков. Данную модель я увидел на ютубе, ее показывали русские ребята на каком-то фестивале. Насколько я знаю, они делают эти станки на заказ. Оставлю ссылку в описании, может они до сих пор их выпускают. Потом оказалось, что в Турции производят такие станки. Правда, они подошли серьезнее к процессу и делают еще несколько разновидностей копиров. Также видел у итальянцев подобный станок. У американцев. В Украине ребята тоже делали. Короче, чья это идея изначально, сейчас трудно разобраться. Если хотите увидеть эти примеры, то набирайте на ютубе дупликарвер и изучайте. Выбор пал на данную модель, потому что в моих условиях ее изготовить было дешевле и проще остальных вариантов. От покупки данного станка я естественно отказался, так как на первый взгляд кажется, что его себестоимость не превышает 15 тысяч. Если вы думаете так же, то уверяю вас, вы заблуждаетесь. Например, мне нужно было выбрать фрезер для этого станка. Искал я его, исходя из следующих параметров. Первое. Это использование фрез с хвостовиком 6 и 8 миллиметров. Фрезы под диаметр 8 миллиметров самые распространенные и дешевые. Второе. Мощность фрезера не должна быть больше киловатта. Для экономии и для моих задач большая мощность не нужна. Третье. Крепление фрезера в виде цилиндра. Оно мне показалось самым надежным, плюс мой фрезер это копия на более дорогой кромочник от Макиты. И копий существует очень много. Это позволяет легко найти замену, если что-то случится с моим инструментом. И при этом не придется ничего переделывать. Четвертое. Это надежность фрезера. Тут я выбирал исходя из принципа, чем проще, тем лучше. Пятое. Это цена. В итоге мой выбор пал на Хаммер FRZ 710 за 7500 рублей. На тот момент он так стоил. По отзывам ничего криминального на него не нашел. Хоть я отзывам особо и не верю, но все же. Плюс он продавался в моем городе. Из Китая заказать конечно можно дешевле, но зато здесь есть гарантия. В общем изначально думал куплю фрезер за 3000, да поставлю, а вышло за 7500. Идем далее. Каких-либо размеров, чертежей и прочего на данный станок я не нашел. Поэтому рассчитывал все самостоятельно, исходя из своих задач. Например, я занимаюсь резьбой под дерево. Делаю объемные фигурки, которые можно без проблем и недорого отправить по почте. И станок мой заточен именно под их изготовления. Если бы я делал прикроватные спинки, то у станка были бы совсем другие размеры, да и модель станка я выбрал бы другую. Учитывайте это, если задумаете собрать свой. Максимальные габариты плоского копируемого объекта не превышают длину 600 мм, в ширину 400 мм. Причем, вращать его в этот момент будет нельзя. Максимальная высота примерно 350 мм. Но это в наивысшей точке. Причем, чем дальше от центра, тем меньше и максимум высоты. Также в свое время я немного изучил программу для объемного моделирования SketchUp. Она довольно проста для изучения. По работе в ней снято множество уроков. В общем, станок и разрабатывал в ней. Это было сделать проще, чем изготавливать деревянный макет. Для элементов рамы я выбрал металлический профиль 40 на 25 мм. С толщиной стенки 2 мм. Нижняя ось сделана из трубы диаметром 20 мм. С толщиной стенки также 2 мм. Верхняя ось из цельного нержавеющего прутка диаметром 20 мм. Собирать подвижные элементы станка, решил на капролоновых втулках или на капролоктановых, кому как нравится. Подшипники, которые могут обеспечить скольжение как вдоль, так и поперек, стоят довольно дорого. Поэтому я не стал их использовать. Капролон довольно стойкий материал, думаю, его хватит надолго. Плюс он обеспечивает нормальное скольжение. В итоге я смоделировал все элементы станка на компьютере. Сделал чертежи. На тот момент они выглядели намного проще, чем сейчас. Отдал их токарю. Он нарезал профиль в размер. Точно просверлил все отверстия. Изготовил крепление фрезера и маркера. Вытащил все втулки и шайбы. Основную ось сделал из нержавейки. Также сделал несколько заготовок маркера. Это металлический пруток диаметром 8 мм. Длиной 65 мм. К которому приклеен цилиндр из капролона. Диаметром 25 мм. Длиной 30 мм. Позже он подгоняется под размер фрезы. Максимальный диаметр фрезы, которого я на данный момент использую, составляет 20 мм. Рассчитывался за работу стокарем я по бартеру. Поэтому ценность за материалы и за работу не подскажу. Элементы рамы я сваривал самостоятельно. Это самый важный и сложный процесс при изготовлении этого станка. Советую раму варить, когда у вас будут на руках все запчасти от него. То есть надо воткнуть все втулки, шпильки и шайбы, установить крепление фрезера на ось, зафиксировать металлические профили и уже после этого обваривать. Чем меньше у вас потянет металл при сварке, тем лучше будет геометрия у станка и тем точнее он будет фрезеровать. Кстати, длину элементов рамы можно варьировать на свое усмотрение, лишь бы от этого сильно не страдала жесткой всей конструкции. В общем, отнеситесь с максимальной серьезностью к сборке рамы. Это очень сильно повлияет на точность станка в будущем. Идем дальше. После сборки была покраска, сделал все по уму, с вышкуриванием, с грунтованием и покрыл все акриловой автомобильной краской. Дальше собрал стол для него из обычного ламинированного ДСП толщиной 16 мм. Размеры стола рассчитывал исходя из габаритов рабочей области станка. Большие трудности я испытал с работой пружинного механизма. У тех, кто собирал эти станки до меня, рама была сделана из другого профиля и имела меньшие габариты и вес. И для того, чтобы возвращать раму в вертикальном положении, требовались небольшие пружины. В моем случае так сделать стало невозможно. Просто прикрепить пружины к столу не получится. Долго объяснять почему, но для крепления пружин необходимы вертикальные опоры. И чем ближе конец опоры к соединению рамы со стойкой, тем лучше. В итоге я придумал такой вариант. Воткнуть в конце опор подшипники и по блочному принципу пропустить через них трос толщиной 3 миллиметра. Опоры собирались позже и под рукой был только профиль 50 на 25. Если будете использовать профиль 40 на 25 для опор, то надо будет найти подшипник с наружным диаметром не более 35 миллиметров. К тросу закрепил пружины, а уже их закрепил к полке стола. Такая конструкция оказалась удачной и теперь есть возможность установки практически любых пружин. В данном случае использованы обычные дверные пружины двух видов, которые продаются наверное в любом магазине стройматериалов. Путем подбора пружин я сделал так, что теперь рама легко подтягивается на себя и в то же время самостоятельно возвращается в исходное положение. Также при сборке надо было уравновесить переднюю и заднюю часть. Для этого в задней части рамки просверлил два отверстия для крепления грузов. В качестве грузов использовал блины от гантели. После всех настроек и манипуляций станок стал нормально работать. Кстати, к этому станку идут дополнительные приспособления, которые позволяют фрезеровать ножки для стола, ружейные приклады и прочее. Но эту систему я еще не довел до ума. Про нее расскажу позже, и чертежи по ней сделаю отдельно. Теперь о минусах этой модели. Первое. Ее довольно сложно собрать, чтобы добиться нормальной геометрии нужно очень постараться. Второе. Ее сложно настраивать. Третье. У подвижной части станка имеется довольно неслабая инерция за счет веса этой части. Четвертое. пылеудаление я так и не придумал, а опилок с него летит очень много. Из плюсов. Первое. Можно копировать предметы. Второе. Он режет быстрее ЧПУшника. На фрезеровку жабы ушло 40 минут. Третье. Копирование происходит по трем осям. Четвертое. Не сложено в управлении. Пятое. Потребляет мало энергии. Шестое. Фрезы к нему продаются везде. Седьмое. На нем нечему ломаться. Восьмое. Материал для его производства легко достать. Подведу итог. После того, как я выпустил первую часть по этому станку, получился большой ажиотаж. Люди много репостили, ставили лайки, писали вопросы. В основном спрашивали чертежи на этот станок. В том виде, в котором я их делал для себя, они бы вас не устроили. Да и некоторые элементы станка придумывались в процессе и делались по ходу сборки. Кое-что пришлось переделывать. В итоге я сделал новые чертежи по станку в том виде, в котором он сейчас находится и довольно неплохо работает. За исключением того, что на чертежах лапой сделал короче. Нет практической пользы в такой длине. И подиумы сместил к центру стола на 50 миллиметров. Хотел у себя сделать то же самое, но пока руки не дошли. Думаю, так будет удобнее. Да и можно сделать ряд этих отверстий, в процессе менять положение подиумов на свое усмотрение. Все остальное сделал как на своем станке. Потратил на проработку чертежей в итоге неделю и понял, что бесплатно их отдавать нет никакого смысла. Поэтому решил назначить за них символическую цену в 500 рублей. Как 2 килограмма пельменей купить? Как можно будет приобрести эти чертежи? В описании под этим видео будут номера карты Сбербанка, вебмани кошелек и яндекс деньги. Переводите 500 рублей на любой из номеров. На вот этот адрес пишите перевел и последние четыре цифры вашего кошелька или карты. Или от кого перевод, чтобы я знал, кому отправить чертежи. И я в тот же день отправлю их на вашу почту e-mail. Не отправляйте деньги, если не умеете пользоваться почтовым ящиком в интернете. Лучше напишите мне сообщение в соцсетях или на ютубе, рассмотрим подходящий вариант. Также адрес моей почты есть на странице в Одноклассниках, Вконтакте и на ютуб канале. Да и не пишите ничего в комментариях к переводу. В ответ вы получите файл в формате .skp. Его можно будет открыть, установить себе на компьютер программу SketchUp 2019 года. Там можно будет рассмотреть этот станок со всех сторон и отредактировать на свое усмотрение. Также вместе с файлом будут идти фотографии со всеми подробностями про станок в формате jpeg. Их можно будет распечатать. На этих фотографиях чертежи станка, такие же как в программе, общие виды, схемы и список элементов. Их 18 штук. Если возникнут какие-то вопросы, напишите мне, я постараюсь помочь чем смогу. На этом у меня все, всем удачи, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всем пока!